Здравствуйте, уважаемые любители красоты! Приветствую вас на канале Мой Сад Быкова Евгения И сегодня речь пойдет о вербине Как сохранить ее в зимний период О том, как я сохраняю ее в это непростое для нее время Вот, посмотрите, вроде бы здоровая вербина Цветет даже Но на листьях появились какие-то болячки И вот, она начинает сохнуть Но я думаю, сейчас у многих такая проблема Сколько не изучала Но говорят, что вот эти точечки это не что иное, как клещ Но какой клещ в то же время, если у меня вся петония стоит чистая Ну вот, посмотрите Какого клеща обрабатывается все одновременно Ну, наверное, какая-то его разновидность Ну и как я стараюсь сохранять вербину Я стараюсь брать с нее верхние побеги И укоренять по новой Опрыскиваю, конечно, всем, чем только возможно Всем, честно Искор, и триходерма И топаз Вот, всяких грибковых заболеваний Вот Ну вот, и она вот более-менее себя чувствует Такие еще малыши Стоят в контейнере Я сюда подливаю воду Вербена крайне не любит Пересушки Вот, и почему-то она сохнет сверху всегда Ну, я имею ввиду Не корни Корневая система Даже вот сколько выбрасывала вербену Уже засохшую сверху Корневая система у нее Была отличная, хорошая Корни белые Но вот, я думаю, все-таки Ей не хватает влажности Хотя на стеллаже у меня влажность поддерживается 60-70% Вот Видите, вот в таком виде Хотя есть отростки Даже вот От самого корня От основания стебля Здесь тоже сохнет Но если у вас есть какие-то способы По спасению вербены Дома в комнатных условиях И такие же признаки заболевания имеются Пожалуйста Пишите Свои советы Будем очень вам благодарны Есть и вот такой экземплярчик Более хорошенький Это красная вербена У нее даже вот Какая-то поросль идет Прямо Из земли Но листики тоже начали сохнуть Я стараюсь ее постоянно Периодически опрыскивать Здесь три черенка Прямо глубоко-глубоко Вот Я ее пересадила Корни даже видно воздушные У основания стебля И очень легкий грунт Вот здесь с перлитом Вермикулитом Корни видите С обратной стороны у нее Беленькие Хорошенькие Она у меня стоит Прямо в горшке с петунией Вот так Под самой лампой И вот ей Вот этот экземпляр Ему прям хорошо Сейчас я вам покажу Как она у меня укореняется Укореняется вот в таких Стаканчиках Так она подписана Сейчас крышечку открою Покажу Опрыскиваю конечно Периодически я Эктары И тпки На всяких вредителей Вот в таких Высоких стаканчиках Вот эти какие Воздушные корни Беленькие Хорошенькие Я уже не раз говорила Что я опрыскиваю Раствором циркон С гетероуксином Вот Она вот так укореняется Вот тут уже Корни тоже у нее Замечательные Вот так я ее И сохраняю Вот сейчас Она укоренится Я ее пересажу На верхушки Срежу И опять поставлю На укоренение Потому что Верхушки Почему-то у вербены Это самый Здоровый Ну как орган Что ли У этого растения И она хорошо Опять укореняется И таким образом Постоянно срезая Верхушки И переукореняя Я сохраняю ее До весны Давайте посмотрим Красную Посмотрите То же самое Корни уже есть Вот они Пошли Пошли Так она укореняется Очень быстро Вот Температуру Нужно держать Более пониженную И градусов И 15 И хорошее Хорошее освещение И высокая влажность Вот это я поняла Что ей нужно Ну а вот как Вылечить окончательно От болячки Даже видите Точка какая-то Опять появилась На листике Ну не знаю Не подскажу вам Но все-таки Вот этот способ Работает Когда мы Срезаем И опять Переукореняем Вербину А маточки Ники Потихонечку Выбрасываем Потому что Они больные И эти свои болезни Несут еще С предыдущего Сезона С лета К нам На стеллаж Поэтому Стараемся По-быстрому От них Избавляться И черенковать Новый Посадочный Материал Вам желаю Всего-всего Самого Наилучшего И до встречи На канале Мой сад Материал